Мы все привыкли уже называть Голдлайн международной системой финансовой взаимопомощи. Но, наверное, мало кто из вас задумывался на самом деле, чем же является по сути проект Голдлайн Интернешнл. То есть есть ли четкая формулировка или есть ли какое-то определение данному проекту. Оказывается, есть. Есть. Мы называем Голдлайн ничем иным, как крупнейшим международным проектом, представляющим собой воплощение революционной идеи под названием краудфандинг. Но прежде чем раскрыть собственное определение краудфандинга, я хочу привести вам несколько примеров из реальной жизни. Практически из нас, каждый, находящийся в зале, возможно, не все, но большинство, так же, как и все люди на земле, хотя бы раз в своей жизни пользовались кредитами банки. В этом нет ничего необычного. Это нормальная практика. И сегодня большинство трудоспособных граждан земли так или иначе пользуются кредитами. Разница лишь в том, на какие цели берутся эти кредиты. Кто-то берет на личные нужды, а кому-то средства нужны для развития собственного бизнеса. И вот тут начинается самое интересное, а именно замкнутый круг. С одной стороны, для того, чтобы получить ожидаемое финансирование от кредитных учреждений на развитие проекта, проект должен быть уже далеко не стартапом, а вполне рабочей моделью. Должен иметь инвестиционную привлекательность и уже приносить какую-то прибыль. Так как ни один банк, как вы знаете, не будет вкладывать в сомнительные, так сказать, венчурные проекты, то есть проекты с высокой степенью риска. Для этого существуют венчурные инвестиционные компании, которые этим и занимаются. С другой стороны, практически все так или иначе интересные, перспективные бизнес-идеи нуждаются в финансировании. И нуждаются в финансировании именно на старте. Так как пока еще не представляют из себя достаточно серьезного бизнеса, приносящего деньги, а часто и вовсе находятся на стадии идеи, еще не реализованной. Вот и получается замкнутый круг. Наверное, поэтому мечты многих умных, талантливых людей так и остаются всего лишь мечтами. Но все не так плохо. В последнее время начала активно проявляться совершенно новая модель финансирования в мире под названием краудфандинг. А если простыми словами, есть даже формулировка в Википедии, это не что иное, как народное финансирование. Это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги, свои усилия и другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций для достижения конечной цели. Это может быть все, что угодно. Это может быть помощь больным детям, как, например, благотворительность, это является одной из разновидностей краудфандинга. Так, поддержка любимого исполнителя, артиста, например, сбор средств на запись какого-либо альбома. Поддержка политических компаний, яркий пример, Барак Обама, 278 миллионов долларов, собранный за счет краудфандинга. Навальный, господин. Финансирование стартапов и малого бизнеса, а также создание свободного программного обеспечения и многое другое. Суть этого финансирования заключается в том, что вы, по сути, жертвуете некоторую сумму человеку или организации, в случае успешной реализации проекта получаете какое-либо вознаграждение. Или готовый продукт, либо любой другой товар или услугу, либо эквивалентную сумму вложений. И причем этот самый эквивалент устанавливает на старте именно сам краудфандинга. Известны многие творческие проекты, реальные предприятия, развившиеся за счет именно сбора так называемых народных средств. К ним можно отнести, ну, как я сказал, и политических деятелей, а также можно отнести фильм «Железное небо» культовую рок-группу «Марилиум», которая собрала средства на тур у своих фанатов. И спустя некоторое время совершили этот тур и продали еще 18 тысяч альбомов. Или идея часов TikTok, создатели, которые собрали около миллиона долларов и реализовали свою прекрасную идею, которая на сегодняшний день пользуется спросом на рынке по всему миру. И таких примеров множество. Группандинг — это хороший способ проверки предпродажного спроса товара или идеи. За 2010-2011 год инвестиции от краудфандинга выросли в три раза и сегодня составляют около 10% от общего мирового инвестирования. Этот процент постоянно растет. Сегодня в мире существует множество платформ для инвестирования и краудфандинга, но большинство из них неэффективны и не могут обеспечить полноценными гарантиями обе стороны. Для того, чтобы краудфандинг работал, в первую очередь нужно создать сообщество. Недостаточно выйти к людям и сказать «Здравствуйте, у меня есть прекрасная идея, дайте мне деньги, мы сделаем данный проект». И очевидно, что для быстрого привлечения серьезных инвестиций недостаточно пообещать футболку или первый том фантастического романа с автографом автора. И так далее. Большинство людей готовы инвестировать в большие деньги и малые деньги в самые невероятные проекты, но их интересуют постоянные дивиденды от состоявшегося бизнеса и реализованные идеи. Но чтобы вам было понятнее, в всего лишь на минуту представьте, что вы оказались в том самом гараже, где зарождалась идея Google и пожертвовали свои 100 долларов на реализацию данного проекта. Сегодня этот 1% стоит огромных денег. Или, например, вы вложились небольшой сравнительной суммой на самом старте в альтернативные источники энергии. Почему нет? Или новейшие технологии. При этом стали полноправным совладельцем компании со всеми правами на изобретение. Возможно, уже завтра всего лишь 1% бизнеса будет приносить вам баснословные деньги. Сегодня вокруг нас есть огромное количество инновационных идей, продуктов интеллектуальной собственности, полезных решений, которые ждут своего часа, и которым для успешного развития бизнеса нужны деньги и команда единомышленников. Люди, которым принадлежат эти идеи и разработки, с радостью готовы делиться процентами от будущих доходов, только бы получить достаточно инвестированных для реализации своих проектов. Почему я так уверенно об этом говорю? Не так давно, 2-3 года назад, когда мы поднимали все наши проекты, мы точно так же участвовали в стартапах и просили у кого-то деньги на реализацию наших идей. Но, честно говоря, так и не допросились. Пришлось реализовывать все на свои деньги. Если бы допросились на том этапе, наверное, все сделали бы гораздо быстрее. Система Google Play представляет собой некую производную кромфантинга и объединяет огромное количество людей, так или иначе заинтересованных в получении дохода и получающих его. Кроме того, система Google Play является полностью автоматизированной площадкой для подобного рода инвестирования с возможностью контролировать процесс сбора средств на реализацию того или иного проекта, а также распределение прибыли участников от реализации данного проекта. Основным же преимуществом Google Play в данном проекте является, в проекте кромфантинга является его социальная составляющая. Масштабность, определенный авторитет среди участников, а также вирусная скорость развития. Ну и плюс наличие аудитории, точнее партнеров, имеющих средства для участия в таком проекте. Поэтому мы видим, что Google Play является идеальной платформой для инвестирования в высокодоходные проекты, что позволит участникам проекта не просто получать в дар денежные средства, денежные переводы, но и саккумулировав достаточные средства, выгодно вложить их и приумножить. Наши партнеры получат уникальную возможность открывать и развивать свой бизнес без кредитов и пожизненных обязательств. Так что же мы именно хотим предложить своим участникам в качестве участия в проекте под названием «Кроудфандинг». В предложенной нами форме инвестирования на платформе GoOnline каждый участник сможет стать полноценным акционером, дольщиком и интересующим его проекте, с последующей возможностью получения дивидендов в случае успешного развития. Приведу пример. Например, для реализации того или иного инновационного проекта требуется сумма порядка 50 миллионов рублей. Это всего лишь пример. Таким образом, несложно почитать, что всего лишь 100 участников, проинвестировавших в данный проект от полутора до двух тысяч долларов, полностью смогут удовлетворить требования организаторов или идейных вдохновителей данного проекта. Разумно предположить, что в будущем люди смогут продавать или покупать у других участников доли в различных проектах, что делает это направление еще более интересным. Кроме того, любой человек сможет не только инвестировать в понравившиеся проекты, но и сам становиться объектом инвестирования, оформить заявку и опубликовать свои идеи. Ну а самый первый проект краудфандинга у нас с вами появится уже очень и очень скоро. Эту систему мы хотим обхатать именно на нашем проекте. Это будет совместная инвестирование участников рекламной компании Google Line International. Сейчас я поясню подробнее. Наверное, многие из вас уже поняли на своем собственном опыте, что насколько неэффективна частная реклама, в которую вкладывается несколько долларов. Люди разродненно и несогласованно тратят свои средства на то, что в конечном итоге не приносит желаемого результата. Оно и понятно, потому что одному человеку не под силу купить достаточно солидный рекламный пакет на популярных рекламных площадках в сети интернет или на телевидении. Это стоит миллионы рублей. Не под силу одному, но это очень даже легко могут позволить себе несколько сотен участников объединить свои средства для вложения в такую рекламу. В октябре мы объявим условия данного мероприятия, как только определимся с PR-компанией и определимся с бюджетом на данное мероприятие. Мы уверены, что данное вложение будет оправданно на 100%, а масштабы такой рекламной кампании привлекут внимание миллионов людей. Эффект может быть самый неожиданный и соизмеримый с масштабами и скоростью развития самых известных мировых проектов и компаний мира. Основной мотивацией для людей, пожелавших вложить свои средства в рекламную кампанию, будет служить то, что каждый пришедший партнер в систему Bookline и не имеющий пригласительного сертификата, а именно узнавший о компании из открытых источников, то есть благодаря данной рекламной кампании, при регистрации будет попадать в структуру одного из инвесторов. Система будет равномерно распределять в порядке общей очереди новых участников проекта структурой инвесторов. Количество мест участников инвесторов будет ограничено, что повысит ценность участия в данной рекламной кампании. Мы уверены, что это нововведение будет на ура воспринято в рядах наших участников, но о результативности пока говорить рано, время покажет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова